В 18 веке, когда Московия стала Россией, а Петр I прорубил окно в Европу, московиты носили чалмы или тюрбаны, и своим внешним видом мало напоминали европейцев, а уж тем более славян, которыми они себя упорно считают. Это может показаться шуткой, ведь большинство художников тех лет изображали россиян, по крайней мере знатных, ничем не отличающихся от каких-нибудь французских маркизов или английских лордов. Московиты всегда из кожи вон лезли, чтобы стать ровней европейцам. Но тогда, как и сейчас, это стремление находило выражение лишь во внешних проявлениях, да и то среди узкого круга людей. А за пределами дворцов и поместьй простиралось совсем другое московское царство, населенное потомками финно-угров и тюрков, выглядящих и живущих совсем не так, как нам все время рассказывали. На рисунках и картинах французского художника Жана Батиста Лепренса, изображавшего картины русского быта, нет одетых на европейский манер людей. Отсутствуют изысканные кареты, а русская народная одежда не очень напоминает то, к чему мы привыкли. Можно было бы списать все это на беспочвенную фантазию автора, никогда не бывавшего в Москве. Но нет. Художник в возрасте 24 лет прибыл в московское царство на заработки и пробыл среди русских целых 5 долгих лет. Жан-Батист Лепренс рисовал то, что видел собственными глазами. Его работы показывают, что одним из главных элементов национальной одежды московитов был тюрбан. Его носили и мужчины, и женщины. Вот, например, женщина-соколец Москвы. Работа Лепренса под названием «Прерванная русская свадьба». Здесь практически все персонажи в тюрбанах. В тексте к этому рисунку сообщается, что когда выпадает снег, дети Московии любят кататься на санках. Взрослые женщины изображены в тюрбанах. Продавец лимонада. Сам продавец в шляпе, но позади него находится человек в тюрбане. Обратите внимание на исконно русские лапти – национальную обувь финно-угорских народов. Не стоит думать, что Лепренс изображал татар или финно-угров и ошибочно называл их русскими или московитами. Он хорошо ориентировался в этнической принадлежности тех, кого рисовал. О чем свидетельствуют подписи под рисунками. Вот женщины с Ингрии, вблизи Финляндии. Сейчас эту землю называют Ленинградская область. А вот московская крестьянка в простой одежде. Сравните ее головной убор с теми, что носили женщины Ингрии. Это русская крестьянка, которая сидит анфас в своеобразной митре, держа птицу на руке. Про митру на голове становится понятным, если сравнить эту картинку с изображением женщины в отячке – так в те времена называли удмуртов. Помимо головного убора стоит обратить внимание и на лапти. Типичные для многих тогдашних финно-угорских народов. Работа под названием «Русские танцы». Мужчины в тюрбанах, женщины в митрах. Также стоит обратить внимание на музыкальные инструменты. Исконная русская балалайка имела совсем другой вид, чем современная и очень напоминала собой дутар или домру – закругленный корпус и длинный гриф с двумя или тремя струнами. Само слово балалайка имеет тюркское происхождение и является производным от слова «бала», что означает «ребенок». Современную балалайку придумали только в конце 19 века, причем запатентовали ее не в Москве, а в Германии. Здесь на фоне балалайчника все те же исконно русские головные уборы – тюрбан и митра. Стоит сказать, что Жан-Батист Лепренс прибыл в Россию по приглашению Шувалова, фаворита Елизаветы I для работы в только что созданной императрицей Российской академии художеств. Лепренс трудился в Санкт-Петербурге и Москве, а также путешествовал почти по всей России, включая Сибирь, где был по заданию императрицы как раз для зарисовок русских типов. Художник также принимал участие в оформлении интерьеров Зимнего дворца в Санкт-Петербурге. Он вернулся в Париж с обширной коллекцией рисунков и набросков, которые использовал для картин и гравюр. Уже будучи академиком Французской академии художеств, Лепренс представил 15 картин со сценами из жизни русской деревни, среди них русские Кристины, заслужившие восторженную оценку Дидро. Картина находится в коллекции Лувра. Обратите внимание на персонажей заднего плана. Все те же исконно русские тюрбаны. Жан-Батист Лепренс принимал участие в создании иллюстрации к очень знаковой книге, названной одним из самых русофобских сочинений, созданных иностранцами. Речь идет о труде «Путешествие в Сибирь». Аббата Шабда-Тероша. Российская императрица Екатерина II была в такой ярости, что даже пыталась издавать опровержение книги Аббата во Франции, но все они имели нулевой эффект. Что же такого ужасного было написано в этой книге? Ну, видимо, правда. Вот как описывает Аббат жителей Сибири в целом. Они любят женщин и напитки до излишества. А вот так тобольских дворян. Они большую часть дня проводят в попойках и возвращаются домой нетрезвыми. Жены редко выезжают, живучи дома в праздности и скуке. Россия показана в книге Аббата экономически и культурно отсталой страной. А сами русские – забитыми и злобными людьми, присмыкающимися перед вышестоящими. Унижаясь перед главным начальником, они поступают весьма жестоко с низшими и своими служителями. Например, крестьяне были настолько запуганы, что на любой, даже самый невинный вопрос неизменно отвечали. Кто знает Господь да императрица? Поскольку боялись ответить что-то лишнее. Рассуждая о деспотизме российской власти, не в малейшей степени не заботящейся о процветании своих подданных, Аббат несколько раз задает риторический вопрос. Что и говорить об этом, если никто в этой стране даже не знает, какова судьба ее императора Ивана VI? Что, конечно же, является прямым упреком в сторону Екатерины II. Успеху книги Аббата, помимо ее остроумия и яркого образного языка, в немалой степени способствовали гравюры уже знакомого нам художника Жана Батиста Лепренца, показавшего то, как выглядели русские в 18 веке. Есть и более ранние свидетельства. Например, на иконе Ксения Житием, датируемой 1551 годом и хранящейся в Троице Сергиевой лавре изображены трое юношей в богатых одеждах, на голове у каждого увенчанная пером чалма. В книге Сигизмунда Герберштейна «Записки о Москве» 1576 года есть несколько гравюр, изображающих прием на Руси иностранных послов. На головах великого князя и русских сановников «Тюрбаны с перьями». Перенесемся в блистательный 19 век. Карл Брюлов, портрет княгини Авроры Демидовой. И снова исконно русский головной убор «Тюрбан», украшающий образ светской львицы, жены мецената Демидова. В общем, как мы смогли увидеть, одежда московитов, называющих себя русскими, долгое время содержала элементы одежды, явно не славянских, а тюркских и финно-угорских народов. Это очередной раз подтверждает гипотезу о совсем не славянском происхождении московитов. Совершенно непонятно при этом, почему они считают своей древней родиной Киевскую Русь. Никакого отношения к Руси и славянским народам эти люди не имели и не имеют. Фраза Путина о том, что украинцы и русские один народ – это какой-то оксюморон, вызывающий когнитивный диссонанс. Почему русские стесняются своего истинного происхождения? Это что, какой-то глубокий комплекс, сидящий в национальном сознании? Народ, застрявший где-то посередине между Европой и Азией, не являющийся ни полноценным европейским, ни полноценным азиатским, игнорирующий свои реальные корни, веками безуспешно натягивает на себя чужую маску и удивляется. Ну почему же это в России все как-то не по-людски? Да уж действительно, почему? Спасибо за внимание! Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. А также поддерживайте автора на Patreon, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры сделал DimaTorzok